привет народ с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про танчик который недавно вышел прем магазин игл 7 т26 и ты ну как обычно задом наперед по-другому никак ст американский седьмого уровня и у него в принципе по параметрам все хорошо он превосходит остальные стежки седьмого уровня буквально во всем кроме одного он не едет и при этом у него немного есть брони во лбу но в целом корпус по сути танкует очень слабо даже можно сказать что он танкует может быть там 5 лавала некоторые шестые но танки выше уровнями лучше корпусом свой не показывать вот что касаемо башни то башня танкует уже в принципе до 8 уровня восьмерки девятки уже с нормальными пушками танковать башни получится с трудом если какие-нибудь скосы и края маски будут танковать даже восьмерки то вот если в центр маски попадут то уже какой-нибудь из 3 вас будет туда пробивать стабильно то есть тут уже на везение повезет не повезет а вот более низкие уровни будет танковать уверенно поэтому здесь еще так повезет не повезет кто-то скажет что этот танк реально танкует и он офигенный кто-то скажет что этот танк не танкует потому что мой не повезло и он будет прав у него танк не танковал просто в этой игре очень многое зависит от везения повезло не повезло что касаемо играбельности этого танка фарма и какие результаты на нем в целом на этом танке играть очень приятно и комфортно если бы он ехал но он не едет он очень удобный стабилизированный играть на нем легко если ты успеваешь праву а чтобы успеть к врагу нужно играть уже не от ситуации то есть тебе не нужно ждать когда что-то произойдет на каком фланге ты нужен какую позицию лучше отыграть тебе все это не поможет играя на этом танке на этом танке тебе нужно ехать сразу угадывая в мясо и там уже пытаться что-то делать если ты так не сделаешь ты не успеешь ничего сначала когда первый раз на этом танке играл я играл стандартно от ситуации то есть враги мне предоставили ситуацию я придумаю что мне нужно делать в этой ситуации лучше всего и потом уже начинаю типа ага вот туда лучше или сюда лучше лет эта позиция в этой ситуации наиболее комфортно но я никуда не успевал среду х у меня было 1400 после этого я следующий стрим уже думаю блин но он не успевает надо ехать просто сразу в мясище тупо начинаю врываться в мясо и в целом еще два стрима я на нем поиграл среду х выросла до 1800 2000 где-то так это очень много для седьмого уровня и в целом играть было на нем целом неплохо но опять же чуть-чуть где-то не повезет чуть-чуть где-то чаще начнет кидать девяткам тоже будет плохо ну короче сильно много везения какого-то нужно ехать сломя голову оттуда не знаю куда опять же много везения по поводу фарма серебра он не фармит у него очень дорогие снаряды какие-то и фармит он в основном когда он много насветил у него большой обзор 380 пробитие бэбэшкой кстати 172 пробитие голдой голда тоже бэбэшка 207 в целом пробитие хватает основным снарядом чтобы пробивать все танки до седьмого уровня а голдой можете пробивать восьмерки что вы будете делать с девятками с пробитием 207 с некоторыми я фиг знает у танка удельная мощность 12 этого самая большая проблема фармить он иногда фармит когда на бэшках против каких-то шестых уровней седьмых и когда еще получилось посветить и еще при этом нужно врываться в самое мясо и там вариться в этом мясе и все если бы этот танк был люготный он бы был офигенный он был бы на на самый лучший прям танк седьмого уровня ты просто бы врывался в самое мясо ты уверенно бы танковал и все но иногда попадая к восьмеркам и девяткам просто ну все не успел там не танканул ничего не пробил ничего ну и все бой выпал и такой типа зачем я это купил она не фармит не нагибает не едет не успевает фиг знает в целом мнение по танку такое танк не нужен вообще ни для чего абсолютно некоторым людям чтобы понагибать в песке может быть этот танк подойдет фармить серебро это танк не подходит нагибать обычным игрокам большинству это танк тоже вряд ли подойдет я научился на нем более-менее играть я понял как на нем нужно играть я вам рассказал что на нем нужно делать ставите досылатель стабилизатор просветленку топ паек ремку аптечку кстати если жопу будете подставлять то будете гореть на топ пайке если не умеете подставлять только лицо то придется еще и на не тушитель ездить и самого начала боя вам придется ехать в самое мясо независимо от того какой это уровень боя поскольку если вы не поедете вы не успеете ничего а если вы не угадали с флангом и самой первой минуты поехали не на тот фланг вам придется чуть ли не поперек поля ехать на другой фланг чтобы успеть хоть что-то стрельнуть в целом я играл так результат был неплохой результат был довольно таки хороший план к отметке сейчас на нем какая-то заоблачная там надо чуть ли не больше 2000 среднего держать в н8 на нем сейчас тоже вообще фиг набьешь потому что надо опять же среду худержать больше двух косарей в целом 2000 на нем можно набивать это очень много но для этого нужно просто из кожи вон лезть и просто сломя голову врываться и не думать не какой там как там враг себя поведет тебе надо просто нужно необходимо ехать в самое мясище по-другому ты ничего не успеешь в целом сложно сказать я не понимаю для чего этот танк вообще нужен он красивый прикольный ттх у него очень хорошие кроме одного он не едет сейчас в эпоху трубослива в картошке играть на танке который не едет еще и корпусом хреново танкует от башни не всегда есть место найти допустим городская карта не всегда ты сможешь от башни играть мне кажется этот танк для 99 процентов игроков нафиг не нужен вот там вот один процент статистов и стримеров которые на нем научатся играть и понагибают вот для них может быть зайдет это фармить они серебро на нем не будет а если еще на нем играть на фулл галде то там чуть ли не по стока минус каждую катку под допайку в целом вот такой вот танк если вам нужен прям танк 7 уровня который нагибает и фармит серебро я рекомендую вам пантеру м10 на ней вы сможете расслабиться пофармить немного потанковать пострелять от дпм чека и в целом на ней играть довольно таки легко если не знаете или не научились играть на пантере м10 всегда можете посмотреть на моем канале как это сделать было кучей стримов и видосиков с вами был варчик играть красиво пока а и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»